всем привет добро пожаловать в аленка блог сегодняшнее видео будет о моих фаворитах за последний наверное месяц или даже может быть больше надо мне надо завести себе какой-то блокнот и записывать фаворитов но как таковых знаете их нет много чего нравится много чего смотрю много чего может быть читаю считаю кстати мало сейчас расскажу но так или иначе да я могу выделить для себя конкретные вещи которые мне очень нравятся и давайте начну наверно с книг книги которые сейчас читаю уже почти дочитала это вот такая книга джесси бертон д минус это джесси бертон муза я уже вот где-то почти в конце я ее показывал по моему instagram точно очень давно я еще по-моему зимой и купила и никак не могла прочитать ну и не могу потому что нету времени узнаете бывает такое нету времени и все не потому что книга не нравится потому что вот как-то вот постоянно то что-то вот нету такого вот момента когда ты вот сел и читаешь и ты балдеешь вот такого нету хочется чтобы было именно так конкретно с этой книги книга классная я читала у этого автора еще книгу миниатюрист я рекомендую ее она очень интересная у нее интересная подача у нее интересный слог она бесподобна она красиво описывает людей знаете вот джесси бертон описывает мужчин женщин особенно знать когда она описывает героиню свою вот она продумывает каждую каждую деталь какие-то аксессуары какие-то вот ее повадки привычки и она так это сочно смачно описывает смакует сама вот это очень ярко представляешь всех ее персонажей героев вживаешься с ними ну но это немаловажно и это очень круто это книга немножко детектива немножко такая любовная история тут здесь все и жизни и драма и очень хороша 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 опять-таки искусство художники страсти полет воображения прекрасная книга дочитаю думаю конечно расскажу но вот пока я почти 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 но все равно хороша 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 книга чего уж там говорить это вот я ее внесла в фавориты потому что она мне очень нравится дальше я перечитала мураками кафка на пляже я обожаю мураками вот честно во первых я обожаю японию и это моя мечта япония знаете для меня это страна просто загадка страна какого-то вот невероятного мне кажется кайфа если туда приеду мне кажется я получу ну столько эмоций столько открою для себя нового но мне там нравится все знаете вот можно смотреть бесконечно на японские гравюрами японских художников японские фильмы читать японских авторов вот мураками вот он тот японский автор которые могу к которому я могу перечитывать много-много-много-много раз у него никогда не надоест вот честно мне нравится как он так немножко без эмоций пишет, немножко так странно, сюрреалистично, но это что-то. Первый его роман, который я прочитала, это был «Охота на овец», я прочитала ещё в свои студенческие годы, я помню, по электричкам, по метро, я везде ездила вот так вот с книжкой, всё читала, 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 и потом уже стали выходить его романы в больших количествах, и я рада. Вот как-то, знаете, захотелось перечитать, показываю вам. Дальше, давайте про духи. Духи у меня в этом последний месяц, наверное, много-много чего я, конечно, пользую, но самое-самое любимое – это вот этот аромат, это «Шанель номер 5», «Eau de Parfum». У меня уже почти, ну, больше, чем половину я израсходовала, здесь 50 мл. Куплю, наверное, себе опять 50 мл, потому что очень удобно их брать в сумке. Вот, знаете, можно бесконечно смотреть на огонь, на воду, на море, там, на спящих младенцев, и вдыхать «Шанель номер 5» тоже можно бесконечно любоваться красотой флакона, осизать его, держать в руках, пересчитывать эти грани. Ну, для меня это вот просто, ну, что-то такое на грани гениальности. Я обожаю этот запах, обожаю его вот на себе, обожаю ловить шлейф от других. Люблю его, люблю нежно с утра до вечера. Постоянно ношу его в сумке, мне приятно, что сама мысль, что он у меня вот в сумке, я могу его достать и в любой момент расшить себя, или окружающее пространство вокруг себя. Люблю, люблю, и в последнее время это вот просто мой мастхэ. Следующий аромат будет совсем вот противоположный. Это «Джулет Хазеган Нота Парфюм». Обожаю, 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 обожаю. И знаете, самое интересное, в сочетании с Шанель, они выдают такую интересную композицию. Не знаю, может быть, на моей коже, но это что-то такое очень крайне-крайне интересное. Мне очень понравилось. И по отдельности тоже. Сейчас у нас уже так тепло, ну, тепло, тепло. Еще до предела такого жары мы не дошли, но уже все, тепло. И вот эта вот красота, она раскрывается не колючей, не специево, как это было до этого прохладное время. Она сейчас занижнилась. Она занижнилась, она более кремово раскрывается, более бархатиста, более как-то чисто. Аромат чистоты, да, вот он прямо сейчас вот реальный аромат чистоты. Бесподобный аромат. Я могу прямо с утра вот им вот с головы до ног обшикаться. Обалденный. Потом в течение дня я этот флакон с собой не ношу. В течение дня я его никогда не обновляю, потому что он очень стойкий. Он постоянно о себе напоминает. Постоянно новые, 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 новые волны. Каждый раз новые, удивляет. Как-то вот, знаете, первый аромат настолько вот интересный, мне кажется. У меня были молекулы до этого, не произвели такое впечатление, честно говоря. А это да, это круто. Это то, что касается парфюмов. Это вот прямо мои любимые. Появилось у меня одно любимое средство для волос. Это вот такое средство от Кристоф Робен, французский парикмахер. Ну, слушайте, он уже давно-давно-давно-давно известен. Меня, конечно, немножко подкупило. И всегда у меня эта мысль вот где-то была внутри, что он является парикмахером Катрин Денёв, что он её красит. Ну, не восхититься Катрин Денёв я вообще не могу, я её обожаю. Ну, короче, вот такое средство мне подарила моя подруга. Спасибо большое тебе. Это паста для объёма с экстрактом розы. Сейчас я вам покажу, как она вот так вот написана. Такая банка. Здесь у нас сколько миллилитров? 250 миллилитров. Очень маленький расход, минимальный. Я с ней стану мыть голову через день. То есть она настолько хорошо промывает волосы, что нет необходимости каждый день мыть голову. Потому что жарко, я мою вообще каждый день голову. Ну, это у меня вот, знаете, люблю, люблю чистую голову. Вот такая она паста. Выглядит, может быть, не очень. Очень пахнет обворожительно, пахнет розами. Но запах, когда вы её смываете, он не остаётся на волосах. То есть он пропадает, улетучивается. Потрясающе, потрясающая паста. Я окунаю туда палец, ну где тут настолько. Вот так вот разношу по рукам, намыливаю хорошо. Потом минуту где-то она у меня на волосах, пока я моюсь, 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 моюсь. Потом я её смываю, наношу бальзам. Бальзам у меня тоже для объёма, но от другой фирмы хочу сейчас такой же, чтобы они были в паре. Вот. И волосы, ну, классные. Они, во-первых, объёмные. Они такие, знаете, вообще без всяких, вообще жирных, без налёта жирных волос. Как бы жирного, не знаю, в течение дня они не загрязняются так, как вот могли бы в жаре. Ну вот, когда ты гуляешь, всё-таки всё равно жарко. В общем, хорошее средство. Я рекомендую, если не знакомы с Кристофером Робеном. Очень классно. У меня до этого была его восстанавливающая маска. Лучшая вообще маска в мире. И сейчас есть ещё скраб с морской солью, тоже для очищения головы и волос. Но он такой, мне кажется, больше на вообще, на жару-на-жару. Дальше, дальше я давайте вам покажу свою сумку. У меня вот такая сумка. Я про неё совсем забыла. Это сумка-мешок. Она кожаная, а здесь она вся расшита такими странами. В общем, я сейчас с ней хожу, мне она очень нравится. Вот такая сумка. Внутри она на кнопочке. Вот такая подкладка. В общем, она красивая. Не знаю. Я, раз думаю, буду делать видео о фаворитах, почему бы не показать сумку. Вот такая сумка. Вот такая сумка. Давайте лаки покажу. Лаки у меня... Вот таких два лака. Я редко показываю лаки. Ну, как-то, знаете... Я люблю лаки. Ну, вот так прям, чтобы... Вау! Это самый лучший лак в мире. У меня не было. Но вот эти действительно хороши. Это лаки от Dior. Это первые мои лаки от Dior. И я ими очень довольна. Вот этот цвет называется Enigma. Он был в каких-то предыдущих у меня видео. Он бежевый, очень красивый, нюдовый оттенок. И внутри у него такие сверкающие частицы очень-очень маленькие. Их сложно вообще увидеть. Вообще в обычном свете очень сложно. Но если вы на солнце, если вы где-то в каком-то очень ярком помещении, вы там сможете увидеть кучу вообще частиц разноцветных. От красных до золотых, почти белых, таких стальных, серебряных. Очень красивый лак. Очень удобные кисти у этих лаков. Мне нравится. И следующий лак, который вот сейчас на мне. Вот он так выглядит. Это лак называется Paradox. Номер 917. Тоже с такими же частицами. Тут можно разглядеть синие, красные, желтые, зеленые, золотые. В общем, мне понравились. Очень классные. Хорошо потом смываются. Хорошие лаки. Хорошие лаки я рекомендую. Ну, если кто не знает лаков Кристиан Диор. Дальше. Дальше немножечко давайте расскажу о косметике. Многие спрашивали у меня в предыдущем видео, какой у меня тон. У меня всегда вот этот тон сейчас. Это Chanel Perfection Lumiere Velvet. Он хорош. Он очень-очень хорош. Но если у вас есть какие-то сухие участки на коже, то он их очень может подчеркнуть. Если у вас кожа жирная, если у вас кожа хорошо увлажнена и нет вообще никаких даже микро вот таких сухостей, то будет все нормально. Он шикарный. Он ложится как бархат. Он выравнивает цвет лица моментально. Вот придает какое-то, знаете, немного сияния, немного матовости. Но он вот тут реально классный крем. Мне подходит сейчас. Сейчас у меня лицо очень загорело. Ну как, не очень, но видите, у меня уже красный нос. Он мне подходит. Очень подходит. Я его не использую каждый день, потому что, как я уже сказала, лицо загорело. Но я не вижу смысла каждый день вообще наносить тональное средство. Я это не очень люблю. Поэтому, когда я не наношу тональное средство, я пользуюсь вот этими румянами. Я их обожаю. Они, честно, мне. Это румяна от Byte Re. Cellular Rose Blush Glaze. Вот такие румяна. Вот так вот они выглядят. Такая шайбочка. И цвет у меня называется Frozen Petal 3. Оттенок 3. Почему я их использую? Потому что, мне кажется, когда ты без всякого тонального крема, сухие текстуры, они могут забивать поры. Ну, это у меня, вы знаете. Я вообще, когда жара, не хочется как-то много пудры на себя наносить. Я люблю кремовые текстуры именно летом. А эти румяна, ну, они просто потрясающие. Уже содержат в себе антиэйдж, всякие увлажнения. Ну, много бонусов. Как вся вообще декоративная косметика Byte Re. Вот так я беру вот на палец немножко и прям вот разношу по лицу. Знаете, они потом придают вашему лицу оттенок, будто вы только что с пробежки вернулись. Они такие, вы знаете, как такой лихорадочный немножко румянец. Очень круто. Очень, очень круто. Мне они нравятся. Так что, если вы не любите, ну, не знаю, любите натуральный макияж, то, мне кажется, вам они должны понравиться. Моя незаменимая абсолютно тушь – это вот эта. Это Too Faced Better Than Sex. Это классная. Тушь просто восхитительная. Она делает кукольные ресницы, наверное, вот так вот с полпинка. То есть пару раз, пару взмахов кисточки, и она очень эффектно прорисовывает. Знаете, у меня ресницы сами по себе длинные. Они, может быть, светлые, но они длинные и сами уже закручены очень хорошо. Я никогда не пользуюсь этими крутилками, поэтому мне она очень подходит. Вот такая тушь, потом карандаш для бровей, и давайте уже потом перейдем к фильмам. Карандаш для бровей – это Шанель. Я показывала вам его в предыдущем видео, когда мама моя мне подарки привезла. Вот этот карандаш там был. Это водостойкий карандаш в оттенке 808. Вот такой. Сейчас я им намазала брови. Мне он очень понравился. Он такой классный. Он очень натуральный. Он, кажется, светлый. На самом деле он не такой уж и светлый. Под мои брови, под мои сейчас немножко выгоревшие волосы, он идеально подходит. Можно прорисовывать. Можно вот этой стороной толстый прорисовывать. Можно его чуть-чуть повернуть, прорисовать тоненькие волоски. В общем, он хороший. Он, правда, хороший. Очень легкий в использовании. Прям пару взмахов. Даже с утра, если вы бежите, как я обычно бегу, я стараюсь все равно, когда ты сделаешь брови румяну, у тебя сразу как-то лицо появляется. Поэтому мне вот он нравится. Именно потому, что он легкий очень по утрам в использовании. И вот такой гель тоже для бровей. Тоже от Chanel. Я потом просто быстренько-быстренько все это дело причесываю. И вот так вот они у меня выглядят. Очень натурально. А этот гель у меня в оттенке 360 Blonde. Мой гель. Наверное, все. С косметикой, с книгой. Показал даже вам сумку, раз уж это фаворит. И давайте расскажу про фильмы, который мы... Про фильм, точнее, который мы посмотрели, который нам безумно понравился. Вот просто, знаете, первое, что приходит на ум, когда мы говорим фавориты, я хочу вам сказать об этом фильме. Это фильм «Мама». «Мама» от Даррена Аронофски. Ну, Даррена Аронофски — это вообще, я его обожаю давно, фильм «Фонтан». Это вообще... Ну, знаете, он... Он гений. Ну, он гений. Он затрагивает в своих фильмах такие темы вселенского масштаба, ну, скажем так. И фильм «Мама» не исключение. Фильм «Мама» играет Хавьер Барден, играет Дженнифер Лоуренс, Мишель Пфайфер. Он сначала... Ну, он меня сразу затянул, мне сразу он понравился. От начала до конца, ну, ты вот смотришь, и ты погружаешься, вот... Ты там, ты там живешь, ты там в этом доме, ты с этими персонажами, ты чувствуешь все эмоции. Эмоции — это немаловажно. То есть он у вас вот просто на крючок сразу цепляет этот фильм. Последние 40 минут — это просто. Я вот сидела, я вообще... Я уже не... Я просто... Я не могла вообще с собой совладать. Столько эмоций. Давно уже фильмы не вызывали во мне столько эмоций. То есть здесь... У этого фильма множество интерпретаций. Каждый видит вообще свои какие-то, ну, моменты, какие-то темы. Каждый человек может в этом фильме видеть свой собственный смысл, и он будет правильный, на мой взгляд. И этим это кино и уникально. То есть... Ну, кто не видит никакого смысла, ну... Может быть, вам не нужно было его смотреть. Может быть, просто, ну... Ну, не время в этом фильме. Это не игровое кино. Это не такое развлекательное кино. Это кино, которое вот... Кино с большой буквы, которое смотреть тяжело, которое... От которого начинает бурлить мозг, который немножко вносит вам мозг. Это вот такое кино. Я не знаю, мне стоит сейчас говорить там сюжет и моё восприятие, моё понимание этого фильма, потому что наверняка же многие из вас не смотрели этот фильм. Но мужчина и женщина, природа, земля, люди, планета, вселенная, разум, бог, не знаю, религия, войны, людские пороки, людские разочарования, потери, радости, любовь. Всё вот в этом фильме. И всё это показано вот в одном доме. И это... И два актёра. И я вот сейчас говорю, у меня прям мурашки. Это бесподобный фильм. Это, наверное, лучший вот пока фильм из всех, который... Ну, который меня впечатлил настолько в этом году. Ну, как ни странно, мне ещё очень понравился фильм «Оно», как я говорила уже. Но это совсем другое, это совсем другое. Это вот «Мама». Это «Мама», это фильм «Мама». Фильм вот просто. Ребята, посмотрите, напишите потом, понравился вам, не понравился, кто как понимает его, кто как это. Любое мнение вообще правильное. Если вы увидели там что-то для себя, это уже классно. Потрясающий фильм. Вот, ну, реально, вот он... Ну, он меня не оставил равнодушный вот ни на сколько. Это просто. Это что-то сокровенное какое-то. Очень эмоционально. Всё. На этом всё. Видео получилось немножечко длинным, но я так постаралась побыстрее и побыстрее рассказать об этом во всём. поэтому я надеюсь, вам понравилось. Спасибо. Спасибо. С вами была Аленка Блог. Всем пока. Чао-чао. Пока.